Здарова всем, ребята, Кент, пока на проводе, и прямо сегодня, ребята, я вам расскажу про выход новой коллекции на рынок. Да, вроде бы только недавно вышла ревел коллекция, но, ребята, если вы не в курсе, то еще не вышли брелки, а также еще очень скоро у нас уходит уже новогодняя коллекция. На Gigi Standoff вышло обновление, теперь из открытия новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение, просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов, по моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получаете 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Ну что же, ребятки, давайте смотреть, что же еще не добавили из ревел коллекции. Эти брелки, это все, ребята, награда, которую можно будет продавать. Разработчики ее случайно добавили по ошибке на рынок вместе с ревел коллекцией. Но на самом деле, вот эти вот все брелки должны были давать по окончанию второго сезона. Когда же закончится второй сезон? Это довольно-таки хороший вопрос, но, ребята, предположительно он закончится плюс-минус в середине февраля. Поэтому вот эти вот все брелки получит каждый из вас. Поэтому, ребята, мой вам совет, получайте легенду. Потому что если вы получите легенду, то вот этот самый крутой Чарль и Эл Даймонд будет ваш. Если вы элит, то вы получаете Платиум. Если вы Феникс, там Мастер и так далее, то получаете Элит Голд. Кстати, тоже неплохо. Если вы там Голд 1, Голд 2, Голд 3, получаете Чарм Ревел Голд. Если вы Сильвер, получаете Чарм Ревел Сильвер. Если вы Бронзовый, получаете Чарм Ревел Бронз. То есть, все очень просто. Но самый большой и самый главный рофил, что все эти брелки можно будет продавать. Потому что, как мы видим, они есть на рынке. Также, ребята, есть еще один уникальнейший брелок. Вот я сейчас даже себя подвину, потому что плохо видно. Это называется Чиби Психо Кэпчер. Это новый уникальный брелок. И никто не знает, как его можно будет взять. Ходят такие легенды, что этот брелок будут давать за удачу. То есть, когда будет заканчиваться второй сезон. То есть, а это уже, в принципе, потихоньку заканчивается. То увеличит шанс на вот эти вот все три брелка. И, возможно, кому-то из вас, или мне, или вам, выпадет вот этот вот уникальнейший брелок. Ребят, я уже представляю, сколько он будет стоить. Да, это комонка, он два брелка анкомонки. Но, тем не менее, это уникальные брелки, которые будут стоить прям очень-очень дорого. Также, ребятки, мы немножко затронули тему обновления. Вам всем интересно, кентуха? А когда же вообще будет новое обновление? Ребята, мы ждем февраля. Потому что в начале февраля у разработчиков есть традиция рассказать о своих планах, о будущих обновлениях. То есть, в прошлом году тоже был пост. И позапрошлом году был пост, в котором они рассказывали, что же они планируют добавить в этом году. Поэтому, ребята, в феврале этого года мы ждем пост от разработчиков, которым они расскажут точно, что же будет и что же изменят в будущем обновлении. Ну, а теперь самое интересное, ребятки, мы перейдем к новогодней коллекции. Многие из вас не знают, но я себе покупал новогодний голдпасс. Посмотрите, какой у меня крутой нож выпал. Так, ну что же, ребята, чтобы понимали, на момент выхода данного видеоролика останется ровно один день. Что же будет, когда новогодний голдпасс закончится? Скорее всего, пройдет еще один-два дня, и после этого все эти новогодние скины выйдут на рынок. Просто, ребята, посмотрите на все это. И хотел бы немножко вместе с вами проанализировать и рассказать, что и сколько будет стоить. Начнем, ребята, по порядочку. Первый скорпион колдфлейм. Базара 0, крутой нож, но он будет стоить дешево, потому что, ребят, это скорпион нож, это самый дешевый нож на рынке. Я говорю сразу, что все новогодние ножи будут стоить не очень дорого, по причине того, что, к сожалению, новогодний голдпасс был очень дешевый. Он стоил всего лишь 2,5 тысячи рублей, хотя обычно он стоит гораздо дороже. Поэтому, ребята, не удивляйтесь, если вы не сможете продать все эти ножи за 5, за 6, за 7 тысяч голды. Скорее всего, ребят, все эти ножи будут стоить очень дешево. Например, вот этот нож Flipnive Snow Camer, ребята, это самый ужасный нож. Он будет стоить, ну, плюс-минус 1000 голды. Я говорю сразу, не больше. Самый дорогой нож, это будет M9 Bayonet Frozen, потому что это просто очумительный нож. Просто, ребят, я рад за тех людей, которому выпал данный нож, потому что, вы посмотрите, какой он сасный, какой он красивый. Однозначно данный нож будет стоить 5, а то и 6 тысяч голды. На втором месте, ребят, этот нож, который выпал мне. Это тоже обалденный нож. Знаете, вот есть керамбит голд, он полностью золотой, а есть керамбит сноукама. Это, ребят, керамбит полностью серебряный. Это тоже очень крутой керамбит. Я думаю, он будет стоить минимум 1300-1400 голды, как минимум. Ребята, что вы понимали, я говорю, это не от балды. Я это анализирую вместе с моей командой трейдеров. У меня есть подписчики, которые занимаются трейдингом, и мы уже с ними два раза угадали цены на голдпассы, угадали цены на перчатки, на все, что можно было угадать, мы угадали. Так, ну что же, идем дальше. Это, ребята, G-команда Frozen. Это тоже очень крутой нож. Да вообще, все ножи Frozen, это реально очень топовые. 2-2500 голды. Это реально обалденный G-команда. Я уже видел, как он выглядит. И тем более, данный нож использовался в тизере Stand Off 2. То есть, если вы смотрели тизер, то там чел шел именно с этим ножом. Поэтому, ребята, этот нож будет однозначно стоить нормально. То есть, не дешево. Касаемо керамбитов Frozen, вам всем интересно, сколько же он будет стоить. Ребят, ну давайте будем объективны. Смотрите, в этой коллекции есть три керамбита. Первый керамбит, это керамбит Cold Flame. Он реально красивый, но плюс-минус, он похож на дефолтный керамбит Dragon Glass. Но, тем не менее, он красивый. Что-то в нем есть. Дальше керамбит Slow Cam. Это, ребята, вообще балдежный керамбит. Я очень рад, что он мне выпал. Я просто мечтал о нем. Ну, а есть керамбит Frozen. Ну, ребята, давайте посмотрим. Ну, честно говоря, честно говоря, тот же самый M9 Bayonet смотрится куда уж круче. Тот же самый G-команда Frozen смотрится гораздо круче. Но керамбит Frozen, ну, ребята, это просто фиаско. Это огромнейшая ошибка, потому что он ужасен. И однозначно он будет стоить тысячи-полторы, максимум две тысячи голды. Ну, а теперь, ребятки, касаемо скинов. Я скажу сразу то, что я многих из вас огорчу, потому что, ребята, к сожалению, по поводу скинов есть очень большие сомнения. Ну, например, ну, например, Аккординас Флоу, АВМ Полар Найт. Это все скины низшего сорта. MP5, Нозерн Фьюри, ребят, да мать моя женщина! Такое ощущение, что он встретил свою бывшую. Йохан и Бабай, ребят, просто лучше это не вспоминать. Посмотрите. Это очень страшный скин. А вот я покажу скины, которые будут реально в цене. Это, ребят, скины Blizzard. Кто бы что ни говорил, но эти скины будут стоить очень-очень дорого. Посмотрите, они сасаны. Кстати, небольшой лайфхак, небольшой секретик. Мало ли кто не знал, вот эта вот часть, вот именно где пальцем тыквы, она будет прозрачной. То есть, если вы играли с этим скином, вы наводите вот просто на стенку. Через эту маленькую щель вы просматриваете кусок скины. Это, конечно же, бах, но тем не менее, сам по себе скин очень крутой. Дальше, MP7 Blizzard. Ребят, наконец-то у нас появятся нормальные скины на MP7. Это очень балдежный, очень классный и, самое главное, очень красивый скин. Ребят, однозначно все скины Blizzard будут стоить прям нереально дорого. Поэтому, если они вам выпали, вам очень сильно повезло. Ну, а касаемо брелков, ребят, у меня, к сожалению, для вас плохие новости, потому что все эти брелки актуальны только на один сезон. Ну, например, ты же не будешь с новогодней елкой летом бегать, поэтому все эти брелки будут стоить 40, 50, а то и 30 голды. Единственные брелки, которые будут стоить дорого, это вот эти, Charm Snow Bear. Давайте посмотрим. Ну, прикольный брелочек, ничего не могу сказать, но мне лично, например, очень почемак нравится гораздо больше. Ну, то есть, вот этот брелок будет стоить полторы тысячи голды, плюс-минус, а вот этот Year of Ox, ну, плюс-минус будет стоить 2, максимум, 2,5 тысячи голды, потому что я уже видел довольно-таки многих людей, которому эти брелки выпали. Ну, что же, друзья, трейдеры, а вот сейчас мы приходим к самому интересному, это наклейки. Вот, что бы что ни говорил, кто бы что ни рассказывал, все эти наклейки однозначно будут стоить дорого. То есть, те же ножи, все это, все это забудут, а вот наклейки, они имеют свойство заканчиваться. То есть, например, вы его никуда не денете. Даже если продадите кому-то, этот нож будет тоже, просто будет у другого человека. А вот если вы наклеите наклейку, ее уже не отклеить. Поэтому, ребята, все эти наклейки будут стоить довольно-таки дорого. Ну, например, вот эта наклейка, я говорю, сразу цены, примерно через пару месяцев. Вот эта наклейка будет стоить 100 голды. Плюс-минус все эти наклейки по 100 голды. Дальше у нас уже идут эпики. 150, а то и 200 голды. Ох, ребята, а вот сейчас легендарочки. Вот это уже 400-500 голды. Но я еще раз повторюсь, через пару месяцев, когда половину из этих наклейок уже понаклеивают на оружие. 500 голды. Блин, ребят, слушайте, ну это прикольно, 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 прикольно. Мне очень нравится. Ох, ну а вот сейчас я даже осмотрю, вот эти вот наклейки будут стоить минимум несколько тысяч голды. посмотрите, какие же они красивые, ребят. Если вам выпали эти брелки, то вы чертовски безунчик, просто посмотрите. А если вам выпала вот эта вот наклейка, я вам скажу честно, я не вру, я не видел ни единого человека, у которого эта наклейка была приклеена на оружие. Вот вы видели или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Эта наклейка будет стоить минимум 4, а то и 5 тысяч голды. Ну что же, друзья, пожалуйста, если вы ждете, чтобы эта новогодняя коллекция вышла на рынок как можно раньше, прямо в эту секунду ставьте лайк и подписывайтесь на канал Кента ПК. Также, ребята, подписывайтесь на мой второй канал, потому что там я провожу регулярно стримы и разлюю голду. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.